Ну что, друзья, всем привет! Мы продолжаем путешествовать по всему миру, чтобы тестировать новейшие автомобили. Если вы думаете, что за моей спиной какой-нибудь Балтийский залив, то, в общем-то, нет. Это Мексиканский залив, и находимся мы сейчас в Мексике. А за моей спиной стоит новый Volkswagen Jetta, который в том числе будет продаваться и в России. Зачем же мы, собственно, прилетели сюда за 39 земель? Потому что именно здесь этот автомобиль будут собирать и отправлять его в Россию. Можно сказать, хотя, наверное, не совсем корректно, что теперь у Volkswagen на российском рынке будет своя Camry в этом сегменте. Потому что этот автомобиль больше своих конкурентов на 20 сантиметров. Поехали! Традиционно расскажу про дизайн автомобиля. Здесь вы, конечно, видите, что все фирменные фишки, весь фирменный дизайн-код, который есть у Volkswagen в последних моделях, используется на 100%. Ну, а если посмотреть внутрь, то здесь у нас платформа MQB, которая, собственно, и позволила сделать этот автомобиль настолько универсальным и удлиненным, не изменив в качестве и характеристиках новой Jetta. Ну, конечно, здесь у нас автомобиль не совсем финальной спецификации, это предстерийная модель, и плюс мы не знаем точно, какие будут комплектации в России. Но, скорее всего, примерно будет все похоже. Спереди любая из версий будет комплектоваться современными фарами со светодиодами. Надеюсь, по крайней мере, на это очень сильно. И в нашем автомобиле это есть. Огромное количество хрома, чтобы подчеркнуть дороговизну этого автомобиля, его направленность на лакшери сегмент. Но, в целом, машина, в принципе, рассчитана на водителя. Здесь есть несколько интересных решений в интерьере, и в дизайне точно так же можно заметить вот эту вот динамику. И даже лючок бензобака, посмотрите, насколько сильно его наклонили назад, чтобы подчеркнуть динамику автомобиля. Ну, в целом, силуэт действительно динамичный. Здесь и у нас интегрированный спойлер, доктейл, крышку багажника. Можете посмотреть, как красиво оформлены патрубки глушителей, хромированные окантовки, тоже сложной формы. Но, если посмотреть поближе, выясняется, что глушителей там, собственно, и нет. Последний тренд фейкового выхлопа затронул, к сожалению, и джету. А вот если посмотреть на задние фонари, то здесь некий симбиоз между Шкодой и Ауди. Очень похоже все. Тоже есть комбинация из светодиодов и обычных лампочек накаливания. Но, в целом, выглядит хорошо. Другое дело в том, что идентичность, конечно, в последних моделях Volkswagen Group теряется. Уберите логотип, и вы не поймете, что это за автомобиль. Да? Есть такой, Ром? Согласен? Итак, по салону. Что здесь стоит рассказать в первую очередь? Ну, во-первых, джета – это всегда был автомобиль для водителя. И здесь это подтверждается. Посмотрите, как сделана центральная консоль. Она идет вокруг водителя. Как в Alfa Romeo или в BMW в лучших традициях. Ну, в принципе, в том же самом Carado было то же самое. Поэтому нельзя сказать, что они тут скосплеили у баварцев или у итальянцев. Вот. Панель приборов достаточно простая и примитивная. Но, опять же, проверенная. С черными шкалами, белыми цифрами, красными стрелками. То, что мы уже видели. И здесь это как бы рабочая схема. Почему бы и нет? Остается открытым вопрос, будет ли цифровая панель приборов. Потому что сейчас пока есть слишком разная информация. С одной стороны, да, она должна быть, а с другой, я вот слышал, что ее не будет. Но с чем точно опростоволосились, так это вот с этим дисплеем бортового компьютера, который, мне кажется, ставит уже, наверное, десятки лет на все автомобили. И он бывает нескольких видов. Это самый дешевый, сегментный. Хорошо, вот не красного цвета. Где вы видите вот эту лестницу на шрифтах. И выглядит это, в общем-то, не очень хорошо. Чисто эстетически. Понятно, что информации тут много. Все можно смотреть, настраивать. Хотя, кстати, если подключить Apple CarPlay, то здесь стоит старый интерфейс, который не будет вам показывать никакой информации о музыке. Ни альбом, ни название трека, ничего. Жалко, потому что другие автомобили Volkswagen это уже научились делать. И, в принципе, с этим они справляются. Дальше у нас здесь головное устройство. Но, опять же, оно знакомое по другим моделям Volkswagen. Здесь самый интересный блок управления климат-контролем и дополнительными функциями, о которых нужно поговорить. Это, в первую очередь, посмотрите. Это обдув сидений. Редкая, редкая очень опция и очень полезная. Камера заднего вида уже у нас в базе. Смотрим на ее изображение. Выключаем звук. Там Рома ходит. Ну, к сожалению, камера заднего вида, да, поставили. Да, она будет на всех спецификациях, на всех комплектациях. Но качество у нее оставляет желать. Ну и дальше у нас здесь электропередач. Напомню, что это классический гидротрансформатор. Шесть ступеней. И кнопки, которые будут вам позволять включать всякие опции. Но у нас автомобиль не самой хорошей оснащенности. Поэтому здесь вот очень много заглушек. Два подстаканника и подлокотник, где тоже есть USB. Который, кстати, работает только на зарядку. Смотрите, как выглядит кресло. У нас здесь кожаный салон с перфорацией. Есть какой-то принтик. Здесь вот имитация кожаной строчки. И все вот эти вот пластиковые панели, которые, по крайней мере, в верхней части находятся кузова, они все мягкие. Но вот если вы опуститесь ниже, то вы видите вот этот вот такой лоснящийся жесткий пластик. Здесь даже вот чувствуется острый облой. И трогать его не очень приятно. Короче говоря, частично облагородили, частично верхнюю часть делали лучше. Но самое интересное, конечно, в этом автомобиле не то, как сдвигается люк, а то, сколько здесь места для задних пассажиров. В общем-то, ради этого джету и будут брать, чтобы выиграть вместе. И места здесь... Та-дам! Достаточно много. Достаточно много. Посмотрите. Сажусь примерно сам за собой. Места над головой достаточно. Есть вот такие вот подстаканники. Маленькие, большие. Но уже здесь такой технически дешевый, конечно, пластик используется. И здесь тоже все очень просто и дешево. Прямо, по-моему, это от пола седана. Но самое главное, место для ног есть. При этом в автомобиле еще и огромный багажник. Открываем. Нет, к сожалению, никаких электроприводов. Нет даже обшивки частично. Ну, то есть здесь тоже экономили. Но зато огромное количество пространства внутри. Ну, естественно, еще и складываются кресла, что вы здесь можете вообще перевести половину дачи. Ну, и здесь мы открываем дешевенький вот этот вот пол. И видим, что здесь у нас докатка. 125-90 R16. Инструменты и докатка. Да. Так что, скорее всего, вот эта спецификация и есть 400 литров. Но вообще похоже на 500. Но точные данные будут тогда, когда машина появится в России. А это будет в первом квартале 2020 года. Ну, и закрывать тоже, видите, рукой. Хорошо, по крайней мере, что с двух сторон есть текучка. Вот, друзья, мы не можем вам показать то, что было только что. Что мы испытали, когда остановились, вышли из автомобиля, проверить, можем ли мы проехать там по луже. И в автомобиль залетело примерно 2 миллиона мушек. Это и москиты, это какие-то гнусы. И все они накинулись на нас. И мы потратили, наверное, минут 15, чтобы их уничтожить. А так вот, вроде бы, и не скажешь. Все хорошо, приятно, солнышко светит, пальмы растут. И здесь у нас есть даже небольшой кусочек, можно сказать, оффроуда. Ну, на самом деле, здесь просто мягенький такой песок между Мексиканским заливом и Карибским морем. Но, что для меня было особенно интересно, то, что, несмотря на конфигурацию безальтернативной балки в задней подвеске, машина, в общем-то, не бухает и ведет себя достаточно комфортно. Так что подвеска для российских условий, а в Мексике дороги очень сильно похожи на наши, такие же раздолбанные, плохие. Так что подвеска для наших условий, скорее всего, зайдет очень и очень неплохо. Так, ну, вот здесь я уже вынужден забрать свои слова обратно по поводу подвески, потому что здесь у нас такая вот грунтовочка. В принципе, ничего страшного, опять же, похоже на российские дороги, где-нибудь там на даче, около СНТ, где нет асфальта. Но здесь подвеска начинает бухать, но самое интересное, что бухает скорее передняя подвеска, а не задняя. Задняя как раз себя ведет нормально, а вот спереди я чувствую, что как-то не очень. Но с другой стороны курсовая устойчивость в порядке, машина держится, все хорошо. И вот мы выехали на асфальт, и здесь уже можно выдохнуть на асфальте. Машина ведет себя просто отлично. Но вообще отдельно нужно рассказать про то, что будет происходить с джетой, когда она попадет в Россию. Дело в том, что машина будет комплектоваться двумя видами двигателей. Один из четыре турбобензин 150 лошадиных сил, который мы хорошо знаем, и второй, уже атмосферный, тоже бензиновый, тоже хорошо известный, 1.6 110 лошадиных сил. Но в Мексике доступен 1.4 150, но нет атмосферника. Откуда же они его возьмут? Они возьмут его прямиком из России. Отправят сюда, здесь соберут, и дальше машину снова отправят в Россию. Сколько она будет стоить, пока неизвестно, но очевидно, что джета будет находиться между полоседаном и фассатом. То есть, начинаться она будет, видимо, примерно от миллиона, а заканчиваться где-то под два, может быть, 1.8. Но, так или иначе, Volkswagen хочет попасть в эту лигу, в общем-то, уходящих, на самом-то деле, седанов класса С, и, видимо, навести там свой порядок. Но если посмотреть основных конкурентов, то их будет совсем немного. В основном они все разбежались. Это будет Hyundai Elantra, Kia Chirata и Toyota Corolla. По большому счету, уже больше никого не осталось. За исключением другого автомобиля из Volkswagen Group, это Skoda Octavia. И здесь, как раз, наверное, и будет развиваться самая главная борьба. Потому что сейчас в Octavia, как вы знаете, в зависимости от комплектации, в зависимости от двигателя, меняется задняя подвеска. Либо это будет многорычажка, либо, соответственно, как и здесь, балка. Но вот сейчас мы снимаем этот тест-драйв, и после него я сразу же лечу в Чехию, чтобы посмотреть на статистической презентации на новую Skoda Octavia. Возможно, все поменяется. Возможно, что в Octavia теперь тоже будет безальтернативная балка, и тогда вопросы снимаются. Но если там все-таки будет многорычажка, то вопрос, что же, собственно, купить, и зачем, и как, и вообще вот эта вся субординация между брендами будет открытым. Но посмотрим, как все произойдет. Ну и пару слов про шумоизоляцию. Понятно, что здесь нет никаких двойных стекол или ламинированного лобового. Скажем так, по статусу не положено. Но при этом шумка, в принципе, неплохая. Ну, наверное, так же, как планировали и маркетологи. Четко между полуседаном и пассатом. Даже на плохих мексиканских дорогах, где была и щебень, и неровности, и ямки, вот единственное, что дребезжит, это наше крепление камеры, с которым мы никак не можем справиться. Но в остальном автомобиль крепко, хорошо собран, и все в порядке. В общем, теперь самый главный вопрос, это сколько этот автомобиль будет стоить, и что же, собственно, предложат в следующий понедельник, ну, увидите вы, конечно, это позже, на новой Skoda Octavia. Вот эта машина будет главным конкурентом, потому что сейчас, объективно, Jetta выше тех предложений, которые есть на рынке. Но Octavia, это, можно сказать, джокер в рукаве, непонятно, что же там, собственно, будет. Подождем и увидим. Ну, и новая рубрика «Тест-драйв за минуту», в которой я собираю все самое интересное про этот автомобиль. То, о чем вы, собственно, просили, я уже пробовал, и вам понравилось. Ну, а чтобы уложиться четко по времени, в этом мне помогут швейцарские часы TISO. Chrono XL Russia Special Edition созданы специально для России. Модель выпущена с перфорированным темно-синим ремешком и циферблатом глубокого синего цвета. Корпус выполнен из стали с PVD-покрытием. Отличный вариант для тех, кто ищет спортивный хронограф со швейцарским механизмом по хорошей цене. Часы оснащены 30-минутным счетчиком, счетчиком десяток долей секунд, 60-секундной стрелкой, суммарным и сплит-хронографом. И самое главное, модель выпущена ограниченным тиражом в количестве 700 штук и будет продаваться только в России. Итак, благодаря современной платформе MQB Volkswagen удалось сделать большой и вместительный автомобиль, который больше своих конкурентов. Это самое главное преимущество. Вы получаете много автомобиля за меньшие деньги. Во-вторых, доступны два двигателя. Проверенный 1.4 Turbo, да, к нему есть вопросы, но в целом он себя показывает в последнее время хорошо, который агрегатируется с классическим гидротрансформаторным автоматом 6 ступеней. Тоже надежное решение. Ну, или если вы хотите сэкономить, но получить больше автомобиля, то это 1.6 атмосферных, 110 лошадиных сил и механическая коробка. Собственно, базовые версии будут оснащаться именно этим. По сравнению с тем же самым полоседаном, здесь гораздо лучше материалы отделки внутри. Мягкий пластик, имитация кожаной прострочки, вентиляция сидений. Это и кожаный салон с памятью, это и люк, и система безопасности, которая здесь есть. Из недостатков можно отметить то, что сзади безальтернативно используется балка, никакой многорычажки. Ну и, соответственно, машина будет стоить не очень дешево. Ну и с мотором 1.6 ехать она однозначно не будет. Время вышло, теперь вы все знаете. На этом все. Спасибо, что смотрели. И подписывайтесь на канал, если нравится то, что я делаю. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok